Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова в ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Оперативное совещание у главы администрации. Благоустройство в городе инспектирует комиссия. Финал инженерной олимпиады школьников. День памяти Глинке в Новоспасском. А теперь об этих и других событиях подробнее. Инспекторы Россельхознадзора с мобильными группами ОМВД задержали четыре большегруза из Беларуси с яблоками, цитрусовыми и салатами. Общим весом 57 тонн. При этом груз с яблоками был обозначен как пиво, а на цитрусовые и салаты вообще отсутствовали сертификаты. Согласно действующему законодательству, все задержанные грузы будут уничтожены. 16 февраля глава администрации Десногорска Вячеслав Сидунков на плановом оперативном совещании подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую, отметив, что она длинная – шесть рабочих дней. В начале планёрки прозвучали слова благодарности в адрес коллектива детского сада «Ласточка» и его руководителя Любови Бойковой. Детский сад «Ласточка» муниципального образования города Десногорск внесён во Всероссийский реестр организаций предприятий и учреждений, активно участвующих в социально-экономическом развитии субъекта Федерации муниципальных образований. И детский сад «Ласточка» у нас внесён во Всероссийский реестр «Книга почёта-2015», о чём, соответственно, уручено вот такое замечательное субъект. И ещё одно достижение – коллектив детского сада «Чебурашка» победил во Всероссийском конкурсе сайтов среди образовательных учреждений Смоленской области. Поздравляем! На совещании было отмечено, что простудные заболевания пошли на спад, и ни один случай гриппа, поставленный клинически, не подтвердился лабораторно. За прошедшую неделю зарегистрировано 298 случаев вызова бригады скорой медицинской помощи для сравнения. До этого недели назад – 331 и до этого – 377. То есть число вызова скорой медицинской помощи уменьшается в основном за счёт ОРВИ. А зарегистрировано 362 случаи ОРВИ, до этого было 405. То есть динамика видна. 18 февраля пройдёт заседание постоянно действующей депутатской комиссии по законности и социальным вопросам. 19-го городской центр досуга приглашает десногорцев на праздничный вечер, посвящённый десятилетию морского собрания. А 21 февраля в ГЦД состоится зональный отборочный этап областного фестиваля «Голоса XXI века». На возложение, которое запланировано на 23 февраля с 11 до 12 часов, в свободном режиме приглашаются горожане, организации и трудовые коллективы Десногорска. Расследованием гибели двух студенток из Индии в Смоленском общежитии медакадемии занялся отдел по особо важным делам. По предварительным данным, девушки отравились угарным газом. Причину возгорания устанавливает пожарно-техническая экспертиза. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Накануне стало известно, что в ювелирном магазине «Смоленские бриллианты», расположенном в Курске, произошло дерзкое ограбление. Украли не только ювелирные украшения, но и деньги из сейфа. Грабители попали в магазин через подвал дома, проломав пол. Сейчас проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Традиционные обходы специально созданной администрации и комиссии продолжаются. Уже обследованы первый, второй и шестой микрорайоны города. 15 февраля комиссия обследовала третий микрорайон Десногорска. Начали сразу с проблемного двора 20-го дома. Жильцы жалуются в администрацию на неудовлетворительную уборку снега на дороге и пешеходных зонах. К какому выводу пришла комиссия? Уборку затрудняют машины, которые владельцы транспортных средств оставляют на пешеходных зонах. Все факты нарушения члены комиссии фиксируют на фотоаппарат. Затем будут составлены протоколы и переданы в административную комиссию. Машины стоят возле мусорных камер, на тротуарах, газонах, которые уже превратились в грязные лужи. Административная ответственность предусмотрена за нарушение запретов установленными правилами благоустройства. Это 17.4 областного закона об административных правонарушениях. Рядом с кафе «Дворик» члены комиссии обнаружили провал грунта около люка ГТС и просадку грунта по всей протяжённости проложенной теплосети, которая, кстати, пересекает ещё и пешеходную дорожку. По выявленным нарушениям владельцам будут выданы предписания. На территории третьего микрорайона имеются строительные площадки, которые должны быть обнесены сплошным забором. Маршрут подвоза строительных материалов должен быть согласован с администрацией. Закреплена обязанность за организацией, которая осуществляет строительство. Это уборка территории от ограждения 10 метров. На прошлой неделе директор организации вот этой строительной площадки был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей. А сейчас мы видим, что всё исправлено? Да, сейчас на тот момент здесь было разрушено, частично разрушено ограждение, сейчас ограждение восстановлено. В следующий раз комиссия обследует четвёртый микрорайон Десногорска и проверит, всё ли устранено по выданным предписаниям. За время операции «Чистый знак», которая проходила с 10 по 13 февраля, дорожными полицейскими было выявлено 218 нарушителей. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными номерами водителю грозит штраф 500 рублей либо предупреждение. Тёплый февраль увеличивает риск крупных пожаров в Смоленской области. Об этом сообщил руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко. Аномально тёплая погода в начале февраля увеличивает риски развития засухи и крупных лесоторфяных пожаров весной и летом 2016 года в нашем регионе. 14 февраля в 16 регионах России стартовал финальный этап инженерной олимпиады старшеклассников. Сколько ребят-финалистов в Десногорске и что им даёт участие в олимпиаде – смотрите в нашем сюжете. В финале 23 старшеклассника из Десногорска, Рославля и Смоленска. Это ребята, набравшие наибольшее количество баллов в отборочном туре. Им были вручены дипломы призёров олимпиады второй и третьей степени экзаменационной комиссии МИФИ. А это пропуск для дальнейшего обучения. При предъявлении этого диплома вам автоматически начисляется плюс 100 баллов к вашему сданному ЕГЭ. Но ЕГЭ вы должны сдать не меньше, чем на 75 баллов. Вот для детей 11 класса, то есть это сейчас уже плюс 100 баллов к ЕГЭ. Для детей, тех, кто десятиклассники, это дополнительный стимул, чтобы в следующем году при проведении такой же олимпиады на заключительный тур они уже без промежуточных допускаются. Финалисты допускались в аудитории при наличии паспорта и карточки участника с регистрационным номером. Пользоваться разрешалось только ручкой. На решение заданий, скрытых здесь же, было отведено три часа. Итоги финала станут известны в апреле. Всем победителям и призёрам олимпиады будет предложено заключить трёхсторонний договор о целевой контрактной подготовке. А сейчас новости спорта. Стала известна дата проведения лыжни России. Она пройдёт 21 февраля. Организаторы соревнований надеются, что в конце недели должен выпасть снег. Да и по прогнозам синоптиков, к этому времени установятся минусовые температуры. Напомним, изначально старт был намечен на 14 февраля. 13 февраля в Сафоново прошёл областной турнир по самбо среди юношей 2006-2007 года рождения. Администрация спортивной школы Десногорска поздравляет своих воспитанников – Егора Артёменкова, Евгения Берга, Александра Яковлева, Александра Виллисова, Даниила Малова, Даниила Михеева. А также желает спортсменам и их тренерам дальнейших успехов и благодарит родителей за оказанную помощь. На родину основоположника русской классической музыки Михаила Глинке приехали его родственники – работники культуры, представители православной церкви и просто поклонники его творчества, чтобы почтить память великого земляка в годовщину его кончины. Как это было, смотрите в нашем сюжете. 15 февраля в музее-усадьбе в Новоспасском состоялся традиционный день памяти композитора, посвящённый 159-летию со дня его смерти. Это давняя традиция Смоленщины. Памятный день, как всегда, начался панихидой в родовой церкви Глинок. Поминальную литургию отслужил митрополит Смоленский Ирославский Исидор. После службы все гости возложили цветы к могиле родителей композитора и к бюсту самого Михаила Ивановича на территории усадьбы. В доме Глинок в музыкальной гостиной со словом о великом земляке выступила заведующая музеем-усадьбой Татьяна Чибисова. Митрополит Исидор сказал, что памятью о великих сынах множится история государства российского. Концертная программа состояла из номеров учащихся музыкальных школ Смоленска и Ельни. Гвоздём программы были выступления воспитанников детской музыкальной школы Десногорска. С прошлого года наша школа с гордостью носит имя великого русского композитора Михаила Глинки. В заключении новость, которая заставляет чаще биться сердца смолян. В Антарктиде установлен флаг нашей области. Земляки Юрий Вавулов и Роман Дементьев приняли участие в доставке 200 тонн груза на самую удалённую Антарктическую станцию. В марте ожидается очередная парашютная экспедиция, на этот раз на Северный полюс, где также планируется установить флаг Смоленской области. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания.